Мечта Я считаю, что это вполне нормально. Да, дорогое платье. Григорий, это вполне нормально в цивилизованном государстве, где гости заранее спрашивают, что вам нужно по списку, либо дарят деньги. Потому что свадьба на самом деле это очень хорошее подспорье для вашей будущей жизни. Это как бы ваш изначальный капитал. Это здорово. Понимаете, но когда у нас в стране приносят на свадьбу передаренные в девятнадцатый раз зеркальце или чайник, то ты понимаешь, что ты просто попадаешь на большие деньги и попадают родители. Поэтому я не понимаю для чего. Вот вы же могли сесть со своей невестой и сказать, дорогая моя, ну у нас же вся жизнь впереди, давай сделаем это скромно, зато поедем в свадебные путешествия на эти деньги. Ну то есть есть же, готовят или нет, или знаете, как в интеллигентских... Готовят, конечно. Есть никогда нечего, но зато чайок и кофе. Нет, нет, у нас в этом плане... И бутербродик. Сделай себе сам, милый, я пока почитаю. Нет, не до такой степени, мама готовит. А вы в своей семье хотите? Я хочу кушать вкусный ужин и параллельно читать интересную книгу. Вот если можно такое обеспечить, будет супер, да. Нравится. Вы мне просто легкие, прекрасные. И вот на этой... А вам понравилось? У тебя глаза очень красивые у пальчика. Да нет, а фигура такая? Да. Нет, а весь вообще такой, весь поджаренький. У меня глаза загорели. А как он плотоядно на вашу спинку горенькую смотрел. Ну давай. То есть с этим все хорошо. А как? 26 лет. Ну конечно, они ласковые хохлы. Роза? Друзья, мне тоже понравился. АПЛОДИСМЕНТЫ Единственное, что вам многое придется, в общем-то, чтобы сохранить отношения вообще с таким мужчиной. Ой. И терпения надо будет набираться. Он чистоту обожает просто на... Это что есть таблика в этом плане? Очень хорошо, очень хорошо. Поэтому, конечно... Здрасте, Кристиночка. Домино. С кем вы? Моя подруга Анастасия и Виктория. Да, каждый день, конечно. А вечером СМС-ка «Спокойной ночи, дорогая». Позвонить можно. Чмоки-чмоки. Без чмоки-чмоки. Ну а как же иначе любовь? Я, например, перед тем, как у тебя наружу по 4 часа по телефону разговаривала с Сережей на ночь. Каждый день, да? Ну, практически каждый. У меня родители, я думаю... Хорошая девушка. Да. Симпатичная. Не надо никого пугать, что она, конечно, невинна, потому что ни одной минуты я в это не поверила. 24 года почти. Вспомнить страшно. Васильев, тебе тоже, по-моему, да? А мне вот не страшно. Все может быть. Я была целомудрена. Тоже мне. Это Елена, а мальчик Андрей. А чувач как-то? Купил, что ли, сегодня в переходе? Свет яркий очень. И хочется похвалиться, да? Надо снять, да. Это чтобы жена не узнала. Ну, не знаю. Ну, как-то странно смотритесь. Извините. Глаза, зеркало души. Спасибо. Спасибо. А тебя не смещают, что ему 42 года? Ну, вообще-то нет. Вегетарианец. 42 года. Может, поэтому и наследников по сей день нет, и женат ни разу не был? Да, просто не был влюблен так сильно. Но на программе у нас были. Да, был уже. Не выбрала невесту? Вы выбрала? Нет, с невестой мы как бы увиделись, но общего ничего нет. Почему? Ну, любит курить очень сильно. А-а-а. А чего пошли? Зачем же вышли? Ну, пробу пера. Вот попробовал и поговорили. Была такая история, достаточно такая она страстная история была, очень крепкая. Но, несмотря на то, что у нас была хорошая, сильная связь глубокая, не смогли быть вместе. А мама просила диктант изложения на тему, как вы проводите с ее дочкой время? Глупость какая. Ну, глупость, но сложно было отказать. Женщина в возрасте, как бы, такие вот у ней. Но она не в такой же форме. А в какой? Ну, в такой игривой форме. Давайте попробуем, проверим, как вы владеете русским языком, как вы пишете и так далее. Ну, вроде как бы это занятие. Ну, а как ошибки были, естественно, ошибки были. И она потом часа три разбиралась с красным карандашом, так почемно. Ну, корректировала, да. А какие оценки ставила? Оценки удовлетворительные и хорошо. А девушка с юмором к этому относилась? Ну, она тоже стать писала. Какой ужас. Какая она была дура, хоть и в возрасте, хоть и учительница, бывает. Но не это разрушило ваши отношения? Ну, она просто вмешивалась в отношения и пыталась контролировать все, да, конечно. А вы вместе жили? Ну, мы снимали квартиру и где-то вместе были, да, вместе жили тоже, да. Она не пробовала с ней поговорить, сказать, послушайте. Ну, она уже большая девочка, знаете, как, на чем там зажигает. Вы зачем пришли? Какой контроль хотите? Ну, я, наверное, не очень нравился ей, поэтому вряд ли можно было. А как вы считаете, чем вы не нравились потенциально тещи? Может быть, она хотела какого-то яркого обеспечения материального, материальной базы. А, что у вас с этим обеспечением? Ну, мясо даже себе купить не может, Роз. Какое обеспечение? А здесь еще и пишут с ошибками, представляете? Да, да. Ой, ну ладно. А что, квартира там, машина? Ну, а то была квартира, она была как бы в перспективе, была квартира. Ну, а сейчас-то? Скажите, а эта девушка, учительская дочка, дебош-то пьяную устроила на свадьбе? Да. Ну, она просто напилась очень сильно. Вырвалась из подопеки мамы. Накопилась, да, и накопилась. И пошла. Гуляя рванина. Крышку текла. И вот она там накатила на свадьбе, и что? Ну, вела себя вульгарно достаточно. Ну, кроме того, что она садилась ко всем на колени, приставала по пьянке практически 99% так женщин поступает. Ну, нет, это не приемлемо, я же не пью, и мне эти интересы такие не привлекают. А если вы когда-нибудь присутствуют рядом их мужчины, понимаешь? Не, ну, а когда она там за подстол упала вообще-то? Не, ну я как бы сделал замечание. С музыкой. Андрюш, знаете, я вам что хочу сказать? Если любите женщину, вам все будет в ней нравиться, и вы как-то постараетесь ее защитить от всех, сказать, а вы что, никогда не напивались? И вы ее потихонечку на ручки отнесете, уведете, вы не дадите ей выглядеть посмешищем, если любите. Кто из нас не попадал в такие? Это называется, я как за каменной стеной, я могу себе многое позволить. Понимаете, это потом дома, за закрытыми дверями, ее бы ей сказали, послушай, ну ты мать вчера перебрала. А если не любите, вы будете сидеть с губки поджав и говорить, как ты мой, я же не пью, а ты нажралась. Нет, это был финал просто, до этого тоже какие-то же были движения, правильно? Это был финал, поэтому здесь... А вы не пили тогда уже не капля алкоголя? Я никогда не пью вообще. К этому отношусь отрицательно, к таким вот, к таким девушкам, то есть, которые там выпивают и не контролируют себя. Ей так хотелось за вас замуж, и в терпение лопнуло, поэтому он так селил. Полиночка, если бы вы сегодня не были ограничены в средствах, если бы вам сегодня зеленый свет, ну не знаю, там, Никита Михалкова, его студия пригласила бы вас снять фильм, о чем был бы этот фильм? Это была бы комедия. А комедия о чем? Что вам смешно? Что вас забавляет в этой жизни? Упор больше я сделала бы на молодежь, поэтому комедия была бы что-то связана в стиле рэп или что-то такое. Комедия в стиле рэп? Да. Нет, есть комедия положений, например. А, эта комедия была бы о людях, которые едут как продвигать себя, то есть, становиться... На БАМ мы раньше ехали. Это действительно было бы так. А БАМ знаете, что такое? Что такое БАМ? Да. Ну, я думаю, это ехать на БУМ, то есть, да, как бы не знаю, чем БУМ, куда. Вы где учились? То есть, БАМ и БУМ. А, я как бы сама приехала с города Ростов-на-Дону, и, собственно сказать, там же я и училась. Приехала на БАМ-БУМ в Москву. Ну, так расскажи, что такое БАМ-то. Да. Байкал-Амурская магистраль. Мне кажется, бессмысленно. Была маленькая она просто. Хорошо, давайте про любовь. Давайте про любовь. Вы любите взрослых мужчин? Да, да. Почему? Потому что мужчины должны быть, как бы, ну, во-первых, старше меня, да, пускай даже на такой большой возраст меня это абсолютно не пугает. Потому что мужчина начитанный, мужчина умный, мужчина пожил уже, с ним очень интересно будет общаться. То есть, каждый день... А вы книжки сами читаете? Да, очень люблю читать. И вы, ваша большая вот такая любовь, был мужчина, который освободился, да? Угу. Было. В общем, как получилось. Я начала общаться с этим мужчиной по переписке в газете. Этот мужчина сидел за воровствой. Да, и он мне пишет, что я еду. То есть, вот, на тот момент я жила с родителями и училась, как бы, я была студенткой. Я пошла работать, я подрабатывала где-то. Бывала, ну, по своей специальности в театре где-то работала, там, где только не работала. Поваром работала в магазине. Полин, вы что такая вружка? Вы что сидите, мне льете в уши? Где вы учились? Какой вы режиссер? Абсолютно безграмотная девушка. О чем вы сейчас рассказываете? Давайте, вот, просто рассказать, как было на самом деле. Она еще очень молодая, и мысли у нее еще очень детские, мне кажется. Все-таки... Они немного инфантильные все-таки, мысли. А он... Может, это просто серьезно воспринимать. А полюбили вы за то, что он хорошо играет на баяне? Да. Это правда. Я люблю таких вот людей творческих. Я даже раньше умела играть сама на баяне. И была у вас с ним любовь до тех пор, пока он у соседа не стырил баянчик-то? Он не баян, он украл барана. Барана? Да, он там подрабатывал, ухаживал там за живностью. Как это все. Ну и исчез и исчез, бог с ним. Без барана переживут. А потом вы влюбились еще в более зрелого мужчину, у которого было за 50. Да, это правда. И что там? Он меня покорил тем, что... Ну, вообще история, да? Я пошла с подружкой в ресторан такой вот. Так, просто попить кофе как бы. Ну, студентки там, да? А этот мужчина, он меня покорил тем, что он был такой солидный. То есть все, он обратил на меня внимание. С кузом, с золотыми зубами. Да, это все правда. На шестом десятке. Ну, да корень, я же покорил. Он сидел, понимаете, он сидел со своей компанией, они отмечали какую-то сделку. Вот, но я-то краем уха там слушаю, что там все нормально у него. Деньги есть. Есть. И он сам ко мне подошел, предложил сесть за столик. Конечно же, ну, мы сели к нему за столик. А вы выглядели примерно вот так же, в шортиках, с таким декольте? Нет. Нет? В платье, что ли? Я не помню, в чем я была одета на самом деле. Вот, ну, тогда, ну, молодая студентка, там сам в Ростове... Где вы учились, детка? Расскажите, вот, когда вы были студенткой. Я училась в городе, в Ростове-на-Дону. Вот. А где? Я училась в колледже культуры, то есть это средняя специальность. Ну, как раньше. Ну, это как техникум, но сейчас переименовали в колледж. И вот у вас с ним закрутилось, он оказался из Москвы. Да, он оказался из Москвы. А в Москву приехали не к нему вот сейчас? Нет. Я с ним уже очень давно не общаюсь, он звал меня к себе в Москву, звал меня жить с ним. То есть, ну, мне нужно было учиться, мне нужно было вот как-то... У меня родители там, я еще совсем маленькая девочка была. Ну, что я скажу, я... Сколько он был, три годика, маленькая девочка, по ресторанам ходить? Нет. И знакомиться с дядьками? Какая маленькая девочка? Нет, мне было тогда 19 лет, вот. А ему 54, и вы решились? А почему бы нет? Мне очень интересно было с ним. Да, молодежь едет в Москву, все хотят в Москву. Поленька, ну что, вот мне, знаешь, что нравится? Я знаю, что у вас есть такой оригинальный способ вот как раз таких возрастных мужчин соблазнять. У меня даже тут сумочка есть. Покажите. Пожалуйста. С мужчинами я обычно знакомлюсь так. Ой, сумочка упала. Если он на меня не обращает внимания, я это делаю очень много раз. Сумочка упала. Обращаю внимание очень сильно. А может быть не так вот я в кино видела? А можно я вам сумочку, да, сам подниму? Нет. Он сейчас женится на вас, что вы делаете? Не, ну что я тебе не конкурент, иди сюда. Да что, можно сумочку поднимать? Сумочка упала. Так лучше, если я в кино посмотрела. Я тоже. Ну и как, соблазняем? Очень. Очень. Сейчас сама сойду. Сейчас сама сойду. Какая молодец, слушайте, девчонки. Давайте учиться. Ой, я не знаю, я бы так не хотела встречаться. Знакомиться с мужчиной. Я смотрю, какого мужчину хочется. Где мои 15 лет? Полина, а вы мясо едите? Да, я большой любитель мяса. Честно, я бы... Почему я не буду есть? Андрей против? Потому что Андрей вегетарианец. Да вы что? А как к алкоголю относитесь? Если выпивать, то в пределах разумного. Если угощать, то пьем. А покурить? Я не пьем. Я не курю. Молодец, положительная девушка. Никогда показывайте. Я считаю, что хорошая девушка. Да, учителя были плохие. Не так объяснили. Ну, про бам она не знает. А вы, мужчина взрослая, вот и сделайте из нее. Она же как глина. Вот делайте из нее голодею. Она как глина? Водите ее в хорошее учреждение. Я имею в виду в театр. Поздно. Дайте вас... Почему поздно? Нет, потому что 22 года. Я бы не стала на Полиночке ставить крест. Я не люблю как-то людей обижать. Поэтому... Я думаю, что никакие свои, наверное, цели в Москве быть. Какие цели? В Москве быть. Я не образованно не прочитала ни одной книги в своей жизни. Дать денег на билет на первое время проживания отправить домой. Пока не поздно. Пусть понял. Мне нужно денег дать. Я понял. Да, мне как раз сейчас очень нужны. Полина, конечно, поразила своим, скажем, назовем это поведением. Ну, я про невежество даже. Да, это да. Просто поразила. А сумочки какие? Да, в общем-то, Роза меня тоже поразила. Учительница. А нужно фильм разный смотреть. Вот вы не смотрите, а я про Кыба из фильма это все. Мы как-то все больше другой, вероятно, стараемся смотреть. Ой, ты могла сказать, что вы планирую за углом не смотрели, да? Ладно, тут сидят прямо иронизируют. Ну, может быть, я все-таки договорю до конца, Роза. Пожалуйста, говори. Ну, спасибо большое. Мне жалко ее, бедная девочка, потому что только от отсутствия любви в семье, от отсутствия внимания родителей человек может так вот кричать всем своим видом и поведением. Ну, возьмите меня хоть кто-нибудь, ну, полюбите меня хоть кто-нибудь. Ну, как-нибудь. Она цепляет на себя вот эти чужие модели поведения, которые ей на самом деле неоткуда было взять. Поэтому, конечно, ей по-хорошему нужен бы взрослый человек. Но где они, эти щедрые, душевные, пожилые люди, которые ей окажут эту моральную поддержку? Ей правда надо уезжать либо в Ростов, либо в Москве садиться за книги. Не за мужество ей нужно. Ей сейчас внимание не мужчине нужно дарить, а себе. Ей нужно учиться, читать, но и зарабатывать на себе на существовании. По девушке протягиваем ножки. Вы хотите сказать, что у вас не было никакого опыта любовного? Ну, я не поверю, например, Кать. Ну, вот просто не поверю. Потому что я тоже со своей детственности носилась, как курица с яйцом. Мне казалось, что у меня все недостойны. Но даже я до какого-то определенного момента понимала, что это уже меня тяготит. Тут дело, наверное, не в этом. Мне хочется серьезных отношений, но когда разговоры доходят до интимных подробностей... Вы из какой семьи? Я не из полной семьи. Нас воспитывала мама. А вы жили, живете? Я в данный момент живу с тетей, так как я студентка, но в будущем... В Москве? Да. А приехали? Я приехала из северного города Ноябрьск. Это Ямал-Нинский автономный округ. Ну, даже замороженные девушки с севера как-то в Москве быстро оттаивают и адаптируются. Вы пошли по какому-то странному пути. Студентка, где полно парней, а вы вдруг решили знакомиться через интернет. Почему вдруг? Знакомилась с кем-то через интернет? Он сделал акцент на моих статутах. Я села в машину... Были такие моменты? И как? Ну, честно вам сказать, никак. Никак. Мы переписывались длительное время, разговаривали на все возможные темы, постоянно общались 24 часа в сутки практически. Он был старше вас? Да, он был старше, 31 год ему был. Он предложил встретиться. Он пригласил меня в кино, обратно он меня довозит, буквально в 200 метрах от дома. Он останавливает машину, но я думала, может быть, хочет поговорить или еще что-то. И он меня просит, Катя, не могла бы ты снять туфельку? Ну, я с юмором, у меня есть чувство юмора. Я сняла, ему протягиваю. И тут, конечно, был шок. Он начинает ее целовать. То есть, он начинает ее... Ну, в общем, он оказался фетишистом. Наверное, в силу того, что я лев, я не растерялась, я резко выбежала из машины. Ну, куда мне в одном туфельке идти? И я эту туфельку ему кидаю в машину со словами, это тебе бонус. Ну, естественно, до дома пришлось идти босиком. Молодой человек, он просто, наверное, не спал с этими туфлями. Может, он продавится обувь, и просто у него нет другого выхода. Следующий случай тоже. Я была на первом курсе, я работала втайне от родителей. И парень был у меня ненамного старше, на 3 года. Предложил сходить в кафе. Он сделал заказ, меня не спросив, что я вообще хочу, заказал мне зеленый чай. И все. Ну, он сидит, кушает. Я тоже заказала себе, когда пришло время оплачивать счет. Он его открыл, посмотрел и молча просто мне его отдал. Говорит, я сейчас отойду. Я говорю, хорошо. Я посидела, подождала минут, наверное, 10. Он не вернулся. Я поняла, что мне придется оплачивать счет. Но моему удивлению было то, когда я вышла из кафе, он стоял, меня ждал. То есть вы заплатили и за себя, и за него? Ну и как, вы продолжили отношения или просто мину прошли? Нет, он звонил, вот когда я вышла из кафе, он сказал, Катя, что-то у тебя как-то лицо изменилось, что-то в тебе не то. А ты отгадай, мол, с трех раз, что со мной не то. Ну, я ему практически так же и ответила. А не вернули ему обратно вот это вот, прямо там же? Ну, мне, конечно, хотелось, но... Нет, я имею в виду не деньги, я прямо на него бы. Нет. Ну и все, он мне потом звонил несколько раз, я ему объяснил. Третий, я уже была на третьем курсе, мужчине было 34 года, он мне безумно понравился. То есть в плане внешности, красиво говорил, как потом выяснилось. Пригласил меня в ресторан, мы заказали себе, и когда пришло время расплачиваться, он протягивает карту, но через некоторое время эта карта не прошла. Естественно, он начал оправдываться. Какие затейники. Вот, как так... Ай-яй-яй, как получилось. Я позвонил в банк, в общем... А наличными не было просто ни грошей. Да. Потом так же получилось, что в кино он не смог купить билеты, дорогие. Да, на следующий день, да, мне пришлось с ним встретиться, потому что он мне очень сильно понравился, и опять-таки за кино пришлось оплатить. А как вы сами объясняете вот причину таких неудач, прямо вот череда неудач с мужчинами? На первое свидание я пришла в одной шубе, на второе свидание я пришла во второй шубе. У вас откуда столько? Родители богатые? Ну, я не могу сказать. Вы говорите, мама одна воспитывает. Да, мама одна воспитывает, но мама меня обеспечивает с братом. У меня брат занимает хороший дом. А кем мама-то работает? Я по подпреданному хочу тут разобраться. Приданному у меня хороший, начиная от ложек, заканчивая счетом в банке шестью нулями. Я думаю, надо брать, Андрей. Шесть нулей. Нет, ну если бы семь, это бы повысило наш капитал. А вы сразу так же легко рассказываете мужчинам про приданное? Нет, конечно, нет, это я вообще не обсуждаю. Ой, как интересно. А мама бизнесом занимается? Нет, мама когда-то... Не скажешь, что мама медсестра. Нет, мама работает в школе. Правильно, медсестра или учительница? Я так и подумала, что только они могут такое приданное. Мама работает в школе буквально недавно, до этого она работала заведующей в супермаркете. Натырила, что ли, столько? Я всего сразу натырила. Шесть миллионов, мне сколько тырить надо в останки, а тут брать даже нечего. Откуда у мамы просто столько, чтобы содержать двоих детей? Она работает заведующим. Заместитель директора? Вот им ЕГЭ-то какое подспорье. Таракана, вы зачем хотите съесть? Я вообще хочу побороть свои страхи. Я безумно боюсь высоты. А зачем его есть? А правильно, если высоты, значит, вниз головой. Вы первый страх побороли. А еще боитесь тараканов. Да. Хоть лучше их всех съесть? Я пробовала змей, я пробовала мясо. И мне интересно что-то новое. А психоаналитику не пробовали? Психоаналитику нет, зачем? Нет, боитесь их? Так сходите. Потому что такой странный у вас набор, конечно, и фобии, и главное, странное желание и способ, как от них избавиться. Ой, Катя, Катя, а что старшие товарищи в виде тети, мамы, они в курсе заключения ваших? Конечно, в курсе. Она живет с нами, я сестраю, старшая, ну, мы, конечно, в курсе происходящего. Нет, трое родные мы. Может, она гонит все вот это вот? Чтобы, знаете, чтобы сейчас тетя растекала себя, сидя на диване перед телевизором. Ну нет, она маме особо не рассказывает. Наша 20-летняя девственница, чтобы мама сказала, ой, ну не зря растила, девочка моя. Потому что глаз-то, посмотри, ну, как, ну... Ну, она трудолюбивая, она не сидит на диване. А это как, между прочим, а ленивые как раз с девственницами остаются, а трудолюбивые, они все успевают, это тоже. Я все успеваю. А вот 15 картин бисером, это вам зачем? Прямо как многостанно красиво. Нет, это, конечно, красиво. На продажу на черный день, правда? Нет, я все, я маме на юбилей подарила картину, я вышила икону метр на метр. То есть для моей мамы я... Называется сублимация, когда уже руки трясутся так, как хочется мужика, думаешь, что за вашу бабу. Нет, это было еще в школе. Это было еще в школе. Некоторых в школе застит. Катиш. Я думаю, что она просто не встретила еще свою любовь. Это все. Скажите, пожалуйста, ну вы же в коллективе, где парней полно. Может быть, стоит как-то вести себя попроще, попроще выглядеть? А вы выглядите как тетя Моть с Рублевки, понимаете, которая позавчера приехала с Украины. Волосики выглажены, реснички приклеены, линзы. Попробуйте зажить жизнью 20-летней девчонки. Вы молодая девушка. Хорошо? Меня пирсинг не смущает у вас носу, но он у вас выглядит, как у... Еще в зуб вставьте такой же. Да. И улыбнитесь где-нибудь в кафе. Альфонсы будут просто в ряд стоять. Может быть, стоит попутешествовать во время каникул со своими однокурсниками, позарабатывать деньги, поработать проводнице, например, Москва-Адлер. Где еще? Потому что в интернете, ну, не все, но большинство уже уроды. Понимаете, дядьки, которые ищут себе приключения. А приключения это вот такие вот глупые Катюши. Про что? Про Гарри Поттера. Я общаюсь с брата-друзьями. Моему брату 36 лет. А в институте? В институте, знаете, меня только связывают это студенческие годы. Я еще староста в группе, и поэтому я непосредственно с ними общаюсь. Но наши разговоры заканчиваются темами о Гарри Поттере, о новой... Вы в школе Даунов с художественным уклоном учитесь, да? Нет, ну пусть в институт культуры. А где? В Московский государственный университет культуры и искусства. И вы хотите сказать, что там нет достойных ребят, у которых тоже дефицит общения, которые хотят встретить хорошую девчонку. Я не поверю. Берете себя в руки, да? Хорошо. А снимаете это старпюрское платьице, которое годится для тех, кому за 30. Да ладно, Глянь, она у нее татуированная вся. Ты что, это просто дурочка сидит тут пикидывает, правильно делаешь? А все здесь свинцы ходят татуированные. Я вам сказала, это провокативность, которая в человеке накапливается, потому что не реализуется желание. Подождите, а сразу что, прям в кожу, что ли? Нет, не на неделю. Там корона у нее королевская. Ну, украсилась. Давайте уже все, я у вас к тому, что прекращаем друг друга водить за нос. Выйдите замуж, если мужчина вам... Если я мужчину вижу, и у меня сразу же я... Если увидите, а он студент, первокурсник. Не важно. Ну, я еще не встретила такого парня, который бы... Нет, если он студент, первокурсник, сын президента, я понимаю. Ладно, у нас уже все... Не надо про президент, у нас все там уже схвачено. В профессии очень сильно определяет жизнь человека и женщины, в том числе. Кем вы планируете работать после окончания вуза? Я сейчас учусь на экономике, но на следующий год планирую поступать на дизайн интерьера. Потому что первое образование, я считаю, для родителей. А второе для рублевских жен. Правильно. Дизайн интерьера. Они все, конечно, они все дизайнеры. А работать вы планируете? Конечно, планирую. Значит, я и дочи своей тоже самое говорю, и вам вот как мама тоже скажу. Ваше целомудрие, это как раз, во-первых, подушка безопасности и лакмусовая бумажка при выборе мужчины. Мужчины, которые вас агитируют на сексуальную совместимость, они вас использовать хотят. А вот ваш мужчина будет вас любить и беречь до свадьбы. Ну, не надо там до 25 даже, до 23 даже особо не надо. Одна, а то взорветесь, правда, честное слово. Ну, поэтому сейчас в ближайшее время ставим задачу, выбираем и тестируем с точки зрения того, что он не будет вас претендовать и агитировать за сожительство до брака. Ничего, там ничего такого сложного нет, поверьте. Все, муж научит. То есть в вас не сочетались все эти качества? А во мне не сочетались качества. Но все-таки 2 года, она вам отдала 2 года, это многое. Она не отдала мне 2 года, мы были знакомы 24 часа пока. А-а-а. А пока она не сказала, давай останемся друзьями. Не произвели на нее впечатление, а это такая отговорка девичья. Ну, понимаете, я, наверное, тогда... А вы остались с друзьями, многие так делают и выжидают удобного момента, становятся необходимыми. Сначала как друг для девушки, ее с жилеткой, а потом раз в удобный момент ее Вася бросил, тут же вы. Я, честно, не верю в такие случаи. Вы там что с морковкой-то учудили? С какой морковкой? А-а-а. Да, я действительно писал ей. Не пугай зрителей. Я когда понимаю, что девушка слишком красивая и наверняка получает слишком много... Это вот та самая, с которой 24 часа. И наверняка получает слишком много внимания мужчин, то как бы идти традиционным путем нельзя. Ну, такие букеты, как нам, да? Действительно банально. Ну... В старенький можно. Здесь не банально, это знак уважения к вам. Вот, и я говорю. А-а-а. Там была другая штука. Ночью я пошел в супермаркет, и мне сделали букет из моркови, и все смотрели на меня, как на сумасшедшую, но это было очень весело. Ну, это очень двусмысленно. Она оценила? Да, она осмеялась. Милая, смотри. С намеком ли этот букет вообще бы подарен? Супчику или заболену эту морковку. И она вам потом давает дружить после морковки. А почему не стали? Не сразу после. А почему не остались друзьями? Я против компромиссов. Потом же у вас были уже вполне реальные отношения с девушкой? Или сравнивали все? У меня и до нее было такие отношения. Ну, вот та, которая вам отказала до сих пор в вашем воображении, в вашей памяти. Знаете, наверное, самое сложное – это вот вытравить сравнение из головы. Конечно, мы помним тех, кто сразу в наше объятие не запрыгнул. Законченные процессы запоминаются дольше, это доказывает. Ой, логично, что-то такое. Смотрите, вот я давайте прочитаю идеал Андрюши. Ничего такого сложного нет. Вот, 19-23. Леди, аристократка, женственная, интеллигентная, с высоким уровнем спокойствия, со вкусом, умная, развитая, адвокат, аналитик, строго, худощавый, шатенк, рост от 165 до 170. Ну вот. Пожалуйста. Да. Ничего себе у него запросы. Скажите, вас ничего не смущает в истории Екатерина? Нравится она вам? Ну, конечно, прекрасная девушка. Да. Я вас вижу в паре, например, и совершенно не нужно поменять свой облик Екатерине, потому что вам, мне кажется, именно вот такой тип и такой стиль девушки нравится. А как же стартверское платье на мне? Что делать? Стартверское платье. А вам как? Лариса, это аристократизм. Я вам хочу сказать, нет, мужчинам, которым за 30, нравятся девочки одеты немножечко по-другому, по-девчачьи. А молодым мальчикам 21 года видится в этом вот как раз тот самый аристократизм. Пообщайтесь, пожалуйста. Привет. Привет. И, ну, скажи, пожалуйста, то есть, ну, вот те три истории, о которых ты рассказывала, это все истории в твоей жизни? Это самые такие запоминающиеся истории. То есть нормальных ситуаций не было? А нормальные какие? Даже не целовалась в 21 год. А нормальные какие? Что значит, что целовалась? Целусь, между прочим, хорошо. Ты спала она с кем-то или не спала? Да нет. Даже не целовалась. Я тебе говорю, все это подозрительно. Ну, у меня было общение, у меня также за мной мужчины, парни ухаживали, но когда дело доходило до... До постели, которым надо, все, до свидания. Все говорят, я боюсь брать на себя ответственность. А вы их информировали обязательно, прямо сажали перед собой, смотрели им в глаза и говорили. Подпиши контракт. Теперь там, дорогой. Да ланчу вы там это. Ребята, если у вас сегодня случится чудо, и вы уйдете вместе, где будет ваше первое свидание? Куда вы пригласите, Катя? Я не планирую обычно свой вечер, потому что... Как вы передвигаетесь? У вас есть машина? Я передвигаюсь обычно либо на такси, либо пешком. Где вы живете? На Арбате. Для вас вот этот самый пробный брак, пожить до свадьбы принципиально, или сначала ЗАГС, а потом все остальное? И для вас как? Нет, для меня абсолютно не принципиально. ЗАГС! Стоп, 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 стоп! Чего? Я тут сижу, распинаюсь уже полпрограммы! Я думаю, что сначала надо посвечаться. Да, ну, кидаться! Вы сейчас по матросе, ты броси. Имеете в виду, можете, да, пожить какое-то время? Ну, я считаю, что это необходимо. Спасибо! И чтобы память осталась! Потому что 99% женщин, и я в том числе, извините, не так это делали. И памяти нет никакой. Поэтому и дольше нашим советам... Бракет недоизыскан был. Да! Поэтому, Катюш, у вас есть мнение уважаемой свахи, есть мнение мое, и есть еще мнение астролога, который вам подскажет. Искать ключи к сердцу такого мужчины, это все равно, что ходить в чужой темной комнате и искать какой-то мелкий предмет. Причем, эта комната заполнена мебелью, и вы рискуете в каждый ближайший момент натолкнуться на угол и себе что-то повредить, либо разбить что-то, и... Короче, крест на Андрюхе. Сложно! Просто очень сложно. Это мужчина, с которым в отношениях нужно продвигаться маленькими шагами. Ваш образ, я думаю, ему очень приятен, но я боюсь, что у вас при этом слишком много будет внешней активности и внутренней статичности. Все-таки вы родились, жили и формировались в Казани, там все-таки немножко другие традиции, и несколько... Другой вопрос подхода к отношению к мужчинам. Ну, традиции традициями, но, как бы, я родился и жил в Казани, но по национальности я русский. И секс до брака никто не отменял? Да. Нет, тренироваться вы можете. Ну, я натренирован. А похож на татарина, да? Все-таки не просто так, я думаю, пара-тройка там... Территорию формируют, да как же. А вы прям как раз расскажите, что вот, чтобы нам понимать-то, с кем вы зажигали, а кого любили, и как старались. Мои отношения начались в университете, вот эти самые... В Казани. Да, в Казани, первые серьезные отношения. Мы начали встречаться в университете. Она была татарка? Она была татарка, она была тоже целомудрена. Обалдеть, да что ж вы такие скромные, или обманывают. Встречались мы очень долго, потом она выигрывает конкурс и уезжает в Москву на обучение. Перед этим мы встречаемся, и я и обещаю, что я буду каждые выходные приезжать к ней сюда, в Москву. Из Казани? Из Казани. На стипендию? На стипендию я еще подрабатывал ведущим шоу-программ, вот, в ночных клубах. И вот на эти деньги я каждый в пятницу вечером уезжал, в понедельник возвращался. Она была счастлива, вы были счастливы, мы ее баловали как могли. Я баловал ее, я, поскольку не знал хорошо Москву, я старался рисовать открытки, покупать всякие штучки. Не трогали ее? В каком смысле не трогал, простите? В интимном. А, в интимном у нас сложилось только через 8 месяцев. Серьезно относится к ней. Как же ты 8 месяцев, дорогой мой? Можно потерпеть. Без женского пола. А папа знал? Ее? Да. Конечно. Благословил? Ну, я был знаком с родителями. Какие у папы были варианты, Рома? Ну, и что дальше? Когда она возвращалась на каникулы, я на Казанском вокзале запускал то количество шаров, которые она вот эти дни отсутствовала. Там 165, я помню, я запустил, вот, когда ждал ее. Любили сильно? Да, сильно любил, прям ждал. Когда она начала выворачивать руки? Выворачивать руки она начала после того, когда мы уже начали жить в Москве, когда она уже начала заканчивать университет. Вы переехали в Москву на заработки? Да. Условия начались тогда, когда я уже купил ей кольцо, потому что уже к тому времени прошло 4 года, как мы встречаемся, мне захотелось более серьезных отношений. Вот, я уже снял. Значило ли это, что вы сделали ей предложение вместе с кольцом? Кольцо уже первый шаг. Он подарил? Я подарил ей кольцо. Были сказаны слова, давай поженимся. Да, были сказаны слова, как бы. Она приняла предложение? Она кольцо приняла, но через 2 месяца мы с ней поссорились, и она это просто кольцо выбросила. Я спросил, я говорю, почему? Она говорит, мне нужен от тебя, говорит, колым, чтобы ты моему папе там подарил джип, а мне, говорит, еще, это, говорит, колечко, как ты сделал предложение, а я, говорит, еще одно хочу. Еще, там, за определенную... Ну а что, вы про колым не знали, что ли? Нет, но я знал про колым, но не про такой же колым. Ну, куда он 5 лет смотрел, я не понимаю. Ну, глаза были, наверное, под пеленой любви. И что? Прекрасная исламская традиция продать дочь подороже. Да, просто не забывайте, что именно, да, подороже. Это же, собственно говоря, выкуп. Роза, по гобле телом это называется. А мы, при данной, готовим, и, собственно говоря, это и есть та самая подушка безопасности, а нечего. Если денег не хватает, что же, извините, пользуетесь тогда? Копите деньги, а потом уже это. А в сурену дураками не были. Нет, денег на самом деле... А на джип не было денег, да? Нет, на джип тогда не было. Или желания не было? Нет, на джип тогда не было денег. Чем все это закончилось, эта история с джипом, с колымом? Закончилось тем, что, как бы, у нас начались разногласия. Я попросил, как бы, мы мирно пришли к тому, что нам нужно разъехаться. Я попросил ее съехать. А куда предполагалось, что она съедет? Ну, я предполагал... Из колечка и джипа. Тем более кольцо выбросить, мне кажется, это, конечно, дурость большая. Ладно, выбросить. Но это неуважение. Неуважение. К подруге, наверное, в итоге закончилось все тем, что в один прекрасный момент, как бы, я прихожу домой, и она съехала, забрала не только свои вещи, часть моих вещей, туалетную бумагу, зубную щетку, стиральный порошок и мою личную аптечку с лекарствами. Это тоже по-татарски, да? Да. По-татарски. Четыре года отношений могут... Василиса, а то, что он ее так на минуточку на улице выгонял, это вообще как это? Роза, а что ему было? Оплатить ей квартиру на 15 лет вперед поклониться низко? Да. А как он думал? Надо было отвезти дочу к своему папе. Нет, она уже работала. До свадьбы. Скажем так, наша тема после свадьбы. Почему? Не сказала я, Катерина Роза. Это твоя тема после свадьбы. Она на потом, я ее спросила, она говорит, не хочу, но потом. Просто он это... А вот теперь давай выбирай. Пять дней в неделю гасится в спортзале. А если еще и только после свадьбы, он вообще не выйдет из спортзала, Роза. Откуда знаешь-то? Ну потому что нужно куда-то будет девать энергию. Это неправильно выводить. Неправильно выводить. Мы готовы с девушкой не жить гражданским браком, а вступать с ней в близкие отношения только после свадьбы, правильно? Да. Вот, его страна. Молодец. Вот. А ты как с этим? Все-таки я считаю, что до брака надо все-таки пожить вместе. Роза, а жених говорит, да, готов, а у самого правый край губы так раз. Не, ну понятно, что он это будет в другом месте, ничего страшного. Страшно не глаз. Максим, кроме мечты открыть магазин, да, собственное дело, какие еще у вас есть мечты? Найти девушку, которая будет меня понимать, это самое главное, взаимопонимание самое главное. Что у вас такого сложного? Что вы по 5 дней в неделю пропадаете? Да, причем тут фитнес-фитнес-фитнес-фитнес. Вы гениальный, прекрасный, лучший, замечательный, да? Потому что фитнес-фитнес ходить, чем курить, спить и проводить время где-нибудь в гулянках. Я, например, не курю, не пью, не хочу этого, я лучше буду проводить время в фитнесе. Я сейчас много времени провожу с фитнес-тренером. Я считаю, это для себя потеря времени. Как же это скучно, вот эти разговоры, протеины, бицепсы, тризепсы. Как это скучно. Я уже так думала, может быть, потому что у меня такой возраст. Ну, мне и в 20 лет было бы это скучно. Это совершенно отдельная каста людей, которые так зацикли на своем теле, на здоровом образе жизни. Ну, кому-то это интересно. Если вы поддержите его в этом, если это станет общей вашей темой, то вы сможете прожить. А если нет, то он в очередной раз скажет, она меня не поняла. То есть не поняла, а не разделила его, он имел в виду, наверное, вот этих самых, да, увлечений. Как тебе жених, Василиса? Молодой человек, который ждет женщину, сбивающую с ног своим внешним эффектом всех его друзей. Ему нужна такая, которую привел, и все сказали, вау, все в спортзале или где-нибудь еще. Нужна женщина с царственной походкой, с царственной осанкой, активная, производящая впечатление и считающая его богом. Не обязательно ходить заниматься спортом. Пась, ну это же шизофрения, потому что он невеликий, не самый прекрасный, не самый красивый. Мы пытались вытащить из него хотя бы что-то, что доказало бы какие-то иные стороны его натуры, иные грани личности. Но их никак не оказалось, они не проявились даже и в подарке. Как только Андрей появился здесь, я поняла, что это ваш парень, и вы должны быть вместе. Сколько это будет и во что это выльется? В 20 лет и в 21 год это не так важно. Наши редакторы будут отслеживать. Ну, мне видится, что вы пара. Роза смущенно смотрит. Я скажу с пакостом. И не просто своими словами. А моими, как всегда. И не твоими. А Наполеона. Целомудрие для женщины, то же самое, что храбрость для мужчины. Я презираю труса и бесстыдную женщину. Кстати, я к этому присоединяюсь. Я сегодня хочу сватать, а не продавать. За Максима. Первый раз за 5 лет. Максима. Ну, как она тебе внешне? На первый взгляд. Впечатленный. Я впечатлен. В ближайший год, полтора, у вас будет достаточно возможности завести роман, и любовь в вашу жизнь непременно постучится. Вот та, которая сердце тронет, та, которая вас саму повлечет на подвиги, вам, мужчина, действительно будет очень нравиться. Мне бы очень хотелось, чтобы этот роман был с Андреем. Ого, Господи, Боже мой. Ну, как прекрасно, когда у нас сходится мнение. Но вы все-таки слушайте себя, дорогая. Мы вас поддержим. В любом случае, проходите. Спасибо. 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 Ну, я тебя выбираю, будем общаться. Пойдем. Что из этого выйдет дальше, мы едем. У вас будут дети. Спасибо. Спасибо. Спасибо.